Почти 250 человек в Мирненском районе подали заявки на получение дальневосточных гектаров. 57 человек уже получили свои участки. Самыми активными оказались жители поселка Алмазного, города Удачного и поселка Айхал. Подробнее расскажут наши коллеги. Программа «Дальневосточный гектар» заработала и в приполярном Айхале. Освоить землю можно и на вечной мерзлоте, решили айхальцы. Подано 33 заявления от жителей поселка, 17 договоров уже зарегистрировано. Кто-то хочет построить автомойку, кто-то организовать складские помещения. Есть даже желающие построить школу изучения английского языка. Требуется только зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить свою запись и личность через МФЦ в нашем случае. В числе участников программы Виктор Витеско, мечтающий стать предпринимателем и выращивать в теплице овощи. Начало уже положено, место выбрано и даже начато строительство. Я 22 года прожил в дорожном с самого рождения. Очень знаю хорошо все эти места. Ну и знал, что там есть хорошая полянка, которую не надо ни засыпать, ни отсыпать. То есть там более ровный участок. Мы его просто чуть-чуть подровняли и построились. На открытие своего дела у Виктора уйдет не менее полутора миллионов. Согласно бизнес-плану, окупиться должно в течение двух-трех лет. Есть и риски, которые будущий предприниматель также учитывает. Именно такой бизнес еще и потому, что навыки овощеводства у Виктора с детства. Хоть он и коренной айхалец. Еще будучи школьником, он помогал в теплице родителям. Обзаведясь семьей, продолжил полезное хобби. В будущем планирует выращивать не только овощи, но и ягоды. Светлана Огрюмова, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».